Здравствуйте дорогие мои, с вами Пептар Этим ночью прошел The Game Awards Awards, как он правильно? 2019, в общем Это такой самопровозглашенный Оскар от мира видеоигр Но на самом деле, мне уже достаточно давно Не интересно, кого там, кто награждает За лучшую и худшую игру Не, ну приятно конечно, когда игра, которая тебе понравилась И нравится еще кому-то Но на The Game Awards куда интереснее Другое, куда интереснее анонсы новые Которые они показывают и рассказывают И мы с этого как раз интерес... Я вообще ничего еще не читал, я вот открыл новость Я не знаю, какие игры стали лучшими там в году Я не знаю, какие игры и что вообще показали И анонсировали на The Game Awards У меня нет времени готовиться к этому выпуску Кому нужна эта подготовка Стрим уже через несколько часов Поэтому я сейчас просто посмотрю, что они там анонсировали Расскажу вам, что мне интересно Потому что я вижу тут название игр, о которых я вообще ничего не знаю Ну в заголовке новости А потом вам расскажу про те игры, которые Заняли там какие-то места И кстати, если картинка имеет странный вид То извините, я пробую снимать по-новому И мне сейчас огромная лампа светит в лицо Я ничего не вижу вообще Итак, что же презентовали на The Game Awards Как я сказал, я буду неинтересные игры пропускать Такие как дополнение Rise of the Phoenix для Marvel Ultimate Alliance Господи, что это вообще? Обновленная версия Batman от Tale Tale Потрясающе Тут еще какая-то акула дальше нарисована Это все неинтересно Наверное, стоит сказать вам, что вышел трейлер ремейка Final Fantasy VII На PS4 Окей, очень здорово Оооо, показали Xbox новый Это вот интересно Сейчас, подожди, я должен сам трейлер показать У вас-то будет здесь трейлер крутиться Я, наверное, ссылочку в описании оставлю Я посмотрел трейлер нового Xbox'а Я вам его, конечно, целиком показывать не буду Сами смотрите Красивенько Ну, и вообще, я, честно говоря, не знаю, что тут еще должны показать на Game Awards Чтобы анонс дизайна внешнего вида Ну, там всякие сливы по характеристикам-то и раньше были И еще, очевидно, будет информация какая-то Но анонс, как бы, внешки Это самое главное, что может быть И, наверное, это главный анонс за Game Awards Не знаю Я опять, я не долистал еще до конца Выглядит очень здорово Но их геймпад все еще внешне похож на какое-то говно Я не знаю, может, оно и удобное, но... Какое-то обновление для Control выходит Этой игры, про которую довольно много говорят И я, на самом деле, хотел в нее поиграть И так и не поиграл, не знаю, уже теперь надо скидок, наверное, ждать Некоторые мои знакомые даже хвалят Которую любители Макс Пейна И, значит, по идее, мне она тоже должна понравиться Но как-то пока вот как-то не заходит Показали какой-то лутер-слэшер для PlayStation 5 Внезапно Но и лутер, и слэшер Хотя, подождите, лутер-слэшер звучит так, как будто бы мне нравится Но еще оно выйдет в EGS, как бы там ни было И сейчас он на ваших экранах Еще один интересный анонс Дебютный тизер Прологуе 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 Блин, знаете, так сложно, когда ты не слышал Как это произносят какие-нибудь там ведущие Какой-нибудь выставки Самому придумывать Интересна эта штука Потому что, во-первых, абсолютно непонятно, что это Во-вторых, это от разработчиков PUBG Хотя, знаете, честно говоря, разработчики PUBG не сделали ничего, на мой взгляд, невероятного Кроме как Просто Очевидную вещь, очевидную идею Которую уже имха плавала на поверхности Хорошо реализовали Наконец-то хорошо реализовали Лучше, чем вот это вот DayZ там И что еще до этого было, да? А уже действительно серьезную работу Над жанром Battle Royale Имха провели Эпики и Респауны Да, респауны сделали Apex Вот они молодцы, по-моему А эти разработчики PUBG Короче, как бы там ни было Вот эту вот новую игру, которую они показали Непонятно вообще, что это Но разработчик говорит, что это эксперимент с новыми технологиями и геймплеем Потрясающе Оу Так, я только что посмотрел трейлер То, почему я сказал Оу Пошаговая RPG от разработчиков Лиги Легенд Нихрена непонятно вообще, о чем оно Надо, наверное, смотреть какие-то фанатские сайты, теории и прочее Но очень интересно Называется Ruined King Наверное, так это произносится И знаете, это интересно Ну, во-первых, потому что это как бы от Риотов Хотя, я не знаю, кстати, кто разработчик Но как бы А, ага Создатель Darksiders Genesis То есть разработчики не Риоты Но RPG по вселенной Лола Darksiders, кстати говоря, так себе игра На самом деле Darksiders Genesis Хотя я в нее и не играл Но я имею свое мнение Естественно, я же профессионал Так вот Интересно не Сама по себе игра Хотя сама по себе игра интересна А интересно то, что это еще одна пошаговая RPG И разработчики Это очень здорово Что они перестают Что больше и больше пошаговых RPG выходит Какие-то инди там студии, да, сначала начали делать Потом эти инди студии некоторые стали делать уже достаточно крупные проекты Я не знаю, можно ли называть Divinity вторую вообще инди-игрой И вот Крупные игроки, скажем так Потихонечку Присоединяются Ну и Baldur's Gate 3, в принципе, анонсированный тоже Чего стоит Дали послушать музыку из Киберпанка 2077 Потрясающе Экшн-РПГ Который называется Dark Alliance По вселенной ДНД Выходит Вот Это тоже интересно Но экшн-РПГ Это как бы, конечно, не так, чтобы прямо очень Но Всяко лучше, чем какая-нибудь колда новая Раз в десять лучше В тысячу По крайней мере, это экшн-РПГ я буду ждать В отличие от этой сцены новой колды Эвент в Epic Legends Ничего интересного О, боже мой Какой там Apple Arcade Аркейд Продолжают пиарить свою тему Это Эпловская штука С подпиской Вы Платите подписку Играете в игры бесплатно И в них нету никаких микротрансикаций ММО во вселенной МТГ анонсировали Эээ Потрясающе Уже открыто Бэттестирование Я не фанат вселенной МТГ Потому что я о ней ничего не знаю Возможно, пришло время Раз это ММО В конце концов Почему бы и нет Пропускаем еще несколько Каких-то новостей про консольки Ghost of Tushima Меня тоже не интересует Я, наверное, оставлю под видосом Ссылочку на новость На каком-нибудь ДТФ У меня тут Специализированный ресурс Но, по сути, я тоже читаю ДТФ Amazon Game Studio Делают некую New World И это тоже ММО Знаете, меня немножечко смущает Что Сейчас очень много Какую игру можно назвать ММО Это такое очень Вот Diablo 3, например Вот Но оно же Там можно онлайн играть? Можно Там есть некое взаимодействие Между любым игроком С любым игроком Есть Ну, то есть там можно С рандомами играть, зайти Это не то, что вы там С другом создали сессию И только в рамках этой сессии Существуют ваши герои Да, и они больше Не могут как-то существовать Во внешнем мире Не могут существовать С другими героями Нет И, по сути ММО можно трактовать Достаточно широко Поэтому непонятно Вот тут вот Некоторые ММО Они анонсируют Там тоже ММО Во вселенной МТГ Что это именно будет Непонятно Я не хотел сказать Я не хотел сказать Что Диабло 3 Это классическое ММО Ни в коем случае Я просто говорил о том Что у него есть Некоторые признаки Еще во вселенной Лола анонсировали Экшн-платформер Тоже не от риотов Так что Мало интересно Честно говоря И Ого 12 дней с раздачами Игр в Epic Games Storm Короче С 19 декабря До 1 января Будут каждый день В Эпике Раздавать бесплатные игры Я не знаю Останется ли у них Вот эта вот фишка С бесплатными играми В следующем году Потому что по-моему Они анонсировали Что только в 2019 Там будут бесплатные игры Хотя Учитывая что в самом магазине Ну они сделали там поиск Да И в принципе Эпиком кстати говоря Epic Games Store Недавно исполнился год И в принципе Они кроме поиска Ничего практически не добавили Ну там по-моему Библиотека игр Хотя может она и была Магазин вот этот Да Как-то там оформлен И поиск по магазину Вот как бы Весь функционал Который они сделали за год Да Да Отвратительно просто Ужасно Но бесплатные игры Этого у них Не забрать никак Не отнять Ну и наверное Оставшееся То что мне более-менее интересно Анонсировали Hellblade 2 Это Hellblade 1 Помните там Тетка которая слышит Голоса в своей голове Надо разгадывать Головоломки Драться с какими-то чуваками У нее еще глаза Тут синим Такие закрашены Я в любом случае Сейчас подставил футажик Так что вы понимаете О чем я говорю А и еще К новости о Hellblade 2 Антон Логвинов Известный Наверное Большинству Лучший Игровой Журналист России Оставил Твит На этот счет Цитирую Внимание Сейчас будут Маты Ой что это Неужели от меня Наконец отвянут Еблоноиды По поводу Hellblade 2 Я не очень в теме Я так понимаю Что Логвинов Говорил что будет Hellblade 2 А ему не верили И вот он такой Типа А теперь от меня отстанут Мне Зачем я это сейчас говорю Правда непонятно Какое это имеет отношение К Game Awards Я смотрю Видео Логвинова И он там такой Миленький Там миленько Так рассказывает Об играх О том что Вот в игровой индустрии Это важно Там то важно Дружба Жвачка Всем приходится Нелегко А потом он называет Своих зрителей Еблоноидами Ну Это довольно глупо То есть ты можешь Конечно всех хуями Покрывать Так я знаете Циничная мразь Такая Классная Веселая Но С одной стороны Ты говоришь О дружбе Любви Жвачки О том что все Должны быть терпимы А потом называешь Не знаю Кого там Еблоноидами Зачем я это сейчас Все рассказал Ну и список победителей В различных номинациях Которые я тоже Еще не видел Но это Повторюсь Не самая интересная Часть Game Awards Наверное Самая интересная Это анонс Новой консоли Ну не анонс Новой консоли А то что нам показали Ногую консоль От Майков Что еще То я даже не знаю А ну и вот Игры от Риотов И вот эта тенденция На РПГ ММО может быть Во вселенной МТГ И все Это все что было Интересно А сама церемония Награждения Игр года Ну во первых Она мне честно говоря Не очень интересна По той причине Что в этом году Было откровенно Мало хороших игр Я даже Я еще не думал Там какую игру Я назову Игра года Я естественно Сделаю свое видео Игра года Куда без этого Конечно Но Как-то по-моему В 2019 Было бедненько Однако давайте посмотрим Может быть я ошибаюсь В чем-то Итак Игра года Ох как сразу Номинанты были Control Death Stranding Super Smash Bros Ultimate Resident Evil 2 Ну понятно да Там всякие Переиздания Какие-то Нинтендовские штуки Death Stranding От Кодимы Control Даже туда попал Хотя он такой Не знаю Я Control все равно Воспринимаю Как инди штуку The Outer Worlds И Секиру Shadow Die Twice Собственно Секиру Shadow Die Twice И стала Игрой года Ну Да Наверное Хотя это жанр Который мне не нравится Но серьезно Вот из перечисленных игр Ну Death Stranding Наверное Death Stranding Очень специфическая игра Есть игровые журналисты Которые ее откровенно засирают И в принципе Я даже могу их понять Хотя я все еще Не знаю концовку Death Stranding У меня как-то Я забил Я забил Но у меня есть видео Об этом и о том Почему я забил Мне перестало быть интересно А кстати говоря Лучший экшен Номинанты Epic Legends Astral Chain Call of Duty Modern Warfare Devil May Cry 3 Тьфу 5 Gears 5 Metro Exodus Ну вот да Говоря о хороших играх-то Metro Exodus Ну в смысле я Конечно в нее даже не играл И мне тоже не нравится Metro Вообще Я пытался играть В первую Во вторую часть В третью Даже не пытался Потому что Во-первых Эпики Во-вторых В общем Забейте Но тем не менее Эта игра По-моему Могла бы встать На одну строчку С Outer Worlds И там Секира Не знаю почему Она не на этой На одной строчке Я бы наверное Лучшей игрой года А блин Нельзя же говорить Раньше времени Тогда вы не будете Смотреть мое следующее видео Хрен с ним Короче Devil May Cry 5 Лучшая экшен Окей Лучшая приключенческая игра Borderlands 3 Control Это опять же номинант Death Stranding Resident Evil 2 Секира Снова стала победителем Наверное не буду Перечислять все Потому что тут на самом деле Достаточно много номинаций Лучшая RPG Из мне известного Тут в номинантах Monster Hunter World Outer Worlds И Disco Elysium И победил Что интересно Disco Elysium На самом деле Несмотря на то Что у меня есть К Outer Worlds Свои претензии Мне кажется Что Outer Worlds Она такая Более массовая Без сомнения Что же за Disco Elysium Вы наверное сейчас такие Чё Дело в том Что это RPG В которой Насколько я понимаю Очень много текста И очень большую часть Чуть не уронил телефон Геймплея Сохраняет действительно Сохраняется за текстом Геймплей Диалоги Понимаете Важны То есть The Outer Worlds Тоже важны диалоги Но еще вы там стреляете И вам нужен Ну в общем По другому играть По всякому Кроме как читать диалоги А вот в Disco Elysium Там прям до хрена диалогов И наверное в принципе Хорошо что такая игра Получает какие-то номинации Которые по факту Ни хрена не значат Но они будут значить Для разработчиков Для покупателей И сейчас мы с вами О ней говорим Фишка Фишка этой игры В том что она на русский Не переведена Я хотел в нее поиграть Возможно теперь ее переведут Кстати говоря Почему хорошо Потому что опять же Я хочу чтобы было Больше классных RPG Может быть кто-то задумается Или уже делает Или кто-то найдет Финансирование после победы После того как эта игра Что-то там заняла Лучший файтинг Вообще посрать Но если вам интересно Это Super Smash Bros Ultimate Лучшая семейная игра Я не знаю ни одного Из этих названий Лучшая стратегия Fire Emblem 3 Houses Не знаю что это Еще были Из известных мне номинантов Tropica 6 Анна 1800 Age of Wonderful Planetfall Тоже я пытался В нее играть Редкостная Так себе игра Но в общем Лучших стратегий Нету По версии Пепетара Я сразу заспойлерю Лучшая многопользовательская игра Epic Legends Там же была еще Borderlands 3 Tetris 98 Вот опять же да К слову многопользовательских Ну типа как бы там есть онлайн В Borderlands 3 Есть онлайн Есть В Tetris 99 Тоже есть онлайн Ну вот Epic Legends Стала лучшей Лучшая режиссура Я тут парочку номинаций пропустил Лучшая режиссура Death Stranding Ну наконец-то Кодзиму признали Ну Касательной режиссуры Наверное тут Особо вопросов и нету Тем более Если не ошибаюсь У Кодзиму Мечта снять фильм Так что Неудивительно Что он В этом выехал В лучшем Саундтреке Тоже побеждает Death Stranding Правда За некоторые треки Из Death Stranding YouTube Ну не кидает Страйки А вырезает их Или снимает Монетизацию Что довольно Отстойно Для компьютерной игры Ну в общем Кодзима Не до конца Промашнил себе Права на эти треки Я к тому говорю Что Договориться С обладателями Классной музыки И просто Вставить ее в игру Ну это проще Чем сделать Абсолютно Свою музыку Только для своей игры На которую Не будут кидать Страйки Там вон в том же GTA или Need for Speed Есть очень классные треки Но они не написаны Для этой игры Лучшая игра Сервис Номинант Epic Legends Destiny 2 Final Fantasy 14 Fortnite Том Клэнси Fortnite победил Да Ну в принципе Уж какая игра Лучший сервис Чем Fortnite Естественно никакая Ну вот и все В общем-то Тут дальше уже Лучший киберспортивный тренер И прочее В общем Наверное Список номинантов И победители Подтверждают Мою теорию О том что этот год На игры вышел Так себе Хотя я вспомнил Парочку интересных игр О которых Наверное буду говорить В своей церемонии Награждения Получилось такое Немножечко Сбивчивое Спонтанное видео Как всегда Извините за это Просто у меня есть Буквально несколько часов Чтобы запилить этот видос Если бы я писал сценарий Паза Game Awards Он бы получился Очень большой Ужасный Страшный Все Спасибо что посмотрели Увидимся Скоро Я сейчас Спилю дневники Задрота Стрим сегодня В 15.00 Если я все успею Приходите Спасибо Уже я говорил Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok